Тихая жизнь пригородов разбита в дребезги восемью российскими бомбами. Южно-украинский город Николаев страдает от бомбёжек и обстрелов с первых дней войны. Когда в начале марта Александр сидел в своём саду, над головой пролетели два самолёта, сбрасывая бомбы. Взрывы белые, такие белые дымы, взрывы пошли везде. Крыши снесло, забор снесло. Ну, ужас, короче, что было. Два человека здесь погибли. И вот такое вот. Что белый день, всё видно, они невысоколетели, они же видят, что тут никого нет, военных никого, только люди гражданские. Боевые действия в регионе не утихают. Именно в Николаеве российское наступление было остановлено. Сейчас город блокирует продвижение России в направлении Одессы. Ценой собственных потерь. В конце марта стало мишенью здание областной администрации. В это здание попала российская ракета «Калибр». Целью этой атаки, конечно, являлся сам губернатор Ким. Доброго ранка. Мы из Украины. Сегодня всю ночь там бомбили, 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 бомбили. Мы из Украины. Ежедневное приветствие Виталия Кима стало знаменитым. Его видео смотрят по всей стране, те, кто находится на передовой. Губернатор – близкий соратник президента Зеленского. Сейчас у них нет ни единого шанса пробиться сквозь нашу оборону. У них нет сил для прорыва. По крайней мере, в ближайшие дни. В последнее время давление на город ослабло. Теперь важно восстановить водоснабжение. Водопровод не работает третью неделю. Ну, мы боремся с трудностями, это первое. Мы их преодолеваем. Всегда надеемся на лучшее. Чувство надежды на будущее и оптимизма – это присуще, наверное, украинскому народу. Ничто нас не сломит. В городской администрации обещают, что в течение ближайшей недели водопровод заработает снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова